Всем привет! Меня зовут Дима и сегодня я расскажу как настроить передачу сделок из AMO CRM в Google таблицу. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо указать систему источника данных AMO CRM. На этом этапе вам необходимо указать действия. Если вы хотите, чтобы в Google таблице выгружались сделки при достижении определенного статуса, выберите действия загрузить сделки по статусу новые. Если вы хотите, чтобы в Google таблице выгружались все новые сделки, выберите действия загрузить сделки по дате создания. На этом этапе вам необходимо подключить вашу AMO CRM к системе Apex Drive. Когда подключенный логин отобразился в списке активные аккаунты, выбираем его и кликаем продолжить. На этом этапе вам необходимо указать воронку заказов, из которой будут выгружаться новые сделки. Теперь вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем продолжить. На этом этапе вы видите данные по одной из сделок. Если вас все устраивает, кликаем далее. На этом настройка источника данных AMO CRM успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Google Sheets. Действие выбираем, добавить строчку. На этом этапе вам необходимо подключить ваши Google таблицы к системе Apex Drive. Когда подключенный логин отобразился в списке активные аккаунты, выбираем его и кликаем продолжить. Теперь вам необходимо указать файл и лист, на которые будут передаваться данные из AMO CRM. Если вы ранее давали название вашим колонкам, эти названия подтянутся в скобках рядом с каждой из них. Для того, чтобы назначить в колонку Google таблиц переменную из AMO CRM, кликните в эту колонку и выберите переменную из выпадающего списка. Когда все необходимые данные назначены в колонке Google таблиц, опускаемся в вниз страницы и кликаем продолжить. На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в Google таблицы при каждой новой сделке в AMO CRM. Если вас что-то не устраивает, кликните редактировать и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликните отправить тестовые данные в Google Sheets. После успешной отправки перейдите в Google таблицу и проверьте результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных Google таблиц успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, один раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!